Так, ну вот как раз бумажечка, она сама на меня глядела, я уже ее зарастаизм, то есть с чего начали, к тому и возвращаемся в последней теме. Так, ну то есть, что если у нас все-таки возвращаться к Пермскому краю, то интерес людей к зарастаизму был вызван чем? То, что Глоба в своих выступлениях, статьях сказал, что заратустро родился на слиянии двух мучных аек, которые якобы по его представлениям являются камой и часовая. Ну и я знаю, что были какие-то... А мы должны верить этому Глобе, как-то у меня к нему мало доверия. Ну, вы знаете, то есть, ему может тоже мало доверия, но после того, как я прочитала, была такая известная исследовательница в Англии, Майр Бойс, которая написала, что место рождения заратустры и зарастаизма, место расцвета зарастаизма мы должны искать не в Иране, а в России, в степях севернее Волги. Ну, почему-то, видите, она, конечно, англичанка, у нее понятие степи севернее Волги, у нас уже нет степей, то есть, в принципе, она и многие другие ученые, которые следовали зарастаизм. Потому что потом вот к нам обращались профессор, он иранский профессор, когда-то он занимался до пайхода вот этой хамине, в Иране восстановлял раскопки самых знаменитых памятников Перси, Палисус. И когда он узнал, что вот мы живем в России, интересуемся зарастаизмом, он писал, что у него мечта посетить эти места, потому что по его версии тоже зарастаизм зародился и процветал не в Иране, а где-то севернее Иране. А почему сейчас вот этот заратустро, про которого знают только посвященные, а другие слышат только его имя, стал таким актуальным? Ну нет, актуальный в Перми стал или в других? Я думаю, что если мы спросим других жителей. В интернете, по крайней мере, точно. Жителей России, то у них заратустро будет ассоциироваться только с Ницше. Ну, скажем, в русском интернете я все чаще и чаще встречаю. Ну, значит, во имя пришло, чтобы люди о нем вспомнили, потому что, в принципе, если подходить так, то зарастаизм – это первая монотеистическая религия на Земле. То есть айлигия, которая установила, что существует не многобожие, да, как в Индии, а единый бог Ахура Мазда. И, в принципе, темная сторона Ангроманию – это уже просто, как бы, затемнение этого мира. То есть первая монотеистическая религия. И если даже искать параллели, то я знаю исследователей, которые пишут, что очень много тибетской айлигии, то есть если в Тибете говорить о буддизме Тибета, то дай мне тибетская традиция называется Бон. Бон. Айлигия Бон. И вот я знаю, что очень известный исследователь… Бон. Бон. Известный исследователь из Санкт-Петербурга Кузнецов, востоковед, который занимался сначала Китаем, потом Ираном, он в конце концов пришел к выводу, что Бон – это есть тот же самый зарастаизм. И учитель Шираб, великий учитель Бона, это никто иной, как Заратустра, и что все центры поклонения у вот этих боновцев, он находится именно в Иране, это известный город Дариме-Пасаргады. То есть очень много сходных айтуалов, в принципе, и в буддизме, и в зарастаизме. Если дальше копнуть, и те же самые эти Кумран, рукописи Мертвого Муая. Я, кстати, была в последний раз в Израиле, но получилось так, что вот именно Кумранская пещера были закрыты для посетителей, очень жалко не смогла посетить, но посетила Масаду и другие музеи, где выставлены вот именно свидетельства о жизни вот этой секты Исеев. То есть они, в принципе, жители Кумрана, вот где были найдены свитки Мертвого Муая и Сеи, они тоже были, по сути своей, у них, в принципе, были близки к зарастаизму. Они повлияли дальше на, ну, можно сказать, что, в принципе, на христианство. То есть там очень много параллельных. Я интересуюсь шумерской цивилизацией, да, и мифологией, космогонии, и все вот эти основные архетипы религиозные, потопы, все оттуда уже, да? Нет, ну, шумерская она тоже, если рассматривать, что цивилизация халдеев, она тоже, что зарастаизм в Иране он был более ранен. То есть это уже тоже эти мистические школы, они шли из Ирана, шли в Ирак, шли туда по Ираку. Расскажите про связь Тибета и Урала, и Пильни, потому что как-то вы тоже это продвигаете. Да, продвигая, ну, как-то, ну, просто получилось, что в свое время в Индии в 2004 году я познакомилась с русскоязычным монахом из Читинской области, из Агинского дацана. Он как раз учился в Индии, в тибетском монастае. То есть до захвата китайцами Тибета в Уолхайсе, столице Тибета, было два монастыря. Это монастырь Дрипунг и Сера. То есть он готовил философов, то Сера готовил медиков. После того, как китайцы захватили Тибет, большинство монахов бежало в Индию. Они очень долго не могли нигде обустроиться и гонялись с места на место. И в итоге эти два монастыря поютила у себя Южная Индия, штат Карнатака. Монастырь Дрипунг сейчас находится в пяти часах езды от Гуа. То есть очень удобно расположен для тех, кто посещает Гуа, кто желает поискоснуться к тибетской культуре Сера, чуть поюжнее Бангалора. Ну то есть оба вот эти монастыря, они сейчас открыты для посещения. И вот как раз вот этот студент из Читинской области, он учился там. Он отучился там 9 лет и возвращался в Россию в 2004 году. И цель его была организовать поездки монахов из вот этого монастыря Дайпунгаманда Цан в Россию. Цель какая? Цель. Ну, цель, ну, разные цели. То есть, по и всего, что не секрет, что в Индии отношение к тибетцам, к тибетским монахам очень негативное. То есть индусы считают, что вот тибетцы пошли, ну, не то что захватили, взяли их земли и стали жить так хорошо. То есть, ну, вот индусы в силу своего менталитета, ну, какой-то национальной особенности, все-таки не могут себя организовать и хорошо работать, то есть создать какое-то образцовое хозяйство. Тибетцы на тех землях, что им выделило правительство Индии, построили шикарные монастаи, то есть там у них и поля, и свои молочные фермы, то есть хозяйство образцовое. Но все равно они живут на пожертвования, и денег там катастрофически не хватает. То есть вот на эту стройку они буквально там собирают. И представьте, то есть вот этим тибетцам в Индии денег, пожертвования, чтобы строить, чтобы развиваться, взять неоткуда, они беженцы. То есть вот сейчас даже пообщавшись с тибетцами, ну, даже ощущаешь, как бы чувствовали себя эмигранты, которые когда-то из России были бы двойны во Францию, в Тунис, то есть как они тоскуют по своей стороне, как с какими слезами там слушают песни, видят картинки. Вот, допустим, я им показывала свои фотографии из Тибета, с какими слезами у этих монахов, у взрослых людей текли, когда они видели свою родину. А с чем связан интерес пермяков к Тибету? То есть сейчас, и почему вы этим занимаетесь? Нет, ну, получилось так, что вот в 2004 году вот этот монах ехал в Россию организовать первый тур вот этих тибетских монахов из этого монастыря по городам России. То есть в 2004 они посетили Москву, Санкт-Петербург и Эристо. Тур прошел очень хорошо туда, даже на первый тур поехал Роберт Турман, вот известный отец Умы Турман, да, если молодежи так легче, понятнее. Который исследователь буддизма, создал в Соединенных Штатах большой институт по изучению буддизма, а еще в Гир, наш известный актер, тоже поддерживает буддизм. Он был тогда в Санкт-Петербурге, то есть тур прошел на высоком уровне. И получилось так, что вот с этим человеком, который его организовывал, который был посланный из Индии организовывать тур, ну, у нас завязалась проеписка, завязались какие-то дружеские отношения. И в 2005 году, когда он стал создавать, уже планировать следующий тур, он написал, вот у нас есть свободная неделя, возьмешь их первым. Я говорю, ну, давайте, возьму. Ну, у меня тогда вообще не было идеи где-то проводить. Единственное, мне посоветовали обратиться в кукольный театр к Тернавскому. И кукольный театр дал добро на неделю на этот фестиваль. Как он назывался? Кукольный театр. Первый фестиваль. Дни Тибетов Перми 2005, он у нас всегда стандартно называется, у нас там нету никаких. Ну, и нашлись вот эта мастерская семьи Тарасовых, которая как раз базируется в кукольном театре, и кто смогли найти спонсоров. И вот в 2005 году мы провели этот первый фестиваль Дни Тибетов Перми в конце августа, начале сентября 2005 в кукольном. И сколько уже их прошло? Ну, видите, то есть у нас было небольшое затишье, то есть был 2005-2006, потом был карьерыв небольшой, потом был 8-9, потом у нас немножко команды, ну, все равно в любой команде возникает, кто-то желает на этом зарабатывать деньги. В принципе, это же огромный бизнес, да, тибетская медицина? Она на нас хорошо работает в Перми? Нет, не бизнес, то есть мы же занимаемся культурным проектом, то есть мы привозим тибетских монахов, они устраивают эти... А вот эти доктора, они тоже здесь работают? Нет, докторов у нас просто мы еще, чтобы доктора постоянно ездили, у нас бывает проездом, ну, там буквально неделю сколько-то, то есть они когда ездят, допустим, из Новосибирска, из Екатеринбурга, где есть центр тибетской медицины. А местных у нас нет, которые давно уже работают? Местных докторов чисто тибетской медицины у нас нет, у нас есть доктора-юрведы, кто занимаются индийскими вот этими всякими массажами там, есть доктора, ну, обычно нашей народной, натуропатии, народной медицины, но чисто тибетских докторов, кто бы жил здесь? Я просто думала, что, может, вы там проводите фестивали и проводите школы для наших по основам тибетской медицины. Вы знаете, тибетскую медицину изучить с нашим менталитетом, то есть у меня тоже было желание, я думаю, вот сейчас есть возможность общаться с докторами с такого высокого уровня, ну, не в Пирме, в других городах, где я была, в Новосибирске, в Омске, в Москве. Казалось, что вот все легко, можно выучить. Но когда я прочитала даже вот эти трактат Джудши, который проведен в Академии наук на русский язык, ну, там ограниченный тираж, полный трактат Джудши, ну, вроде у меня с логикой-то, как математика, неплохо, но я ничего не... То есть я поняла оттуда только 10%. Среди мэтта, все-таки, основа, это цивилизация, религия, а потом уже сверху нет. То есть абсолютно другой менталитет. То есть за 5 лет, что я занимаюсь, я неплохо разбираюсь как фармацевт. То есть я знаю, что при такой-то болезни, сочетании болезней, нужно пить то-то, то-то. Я знаю практически, ну, из там 500 лекарств, ну, около 200. И как они действуют. Показания. Все, да, мы?